МВД и Минздрав корректируют о взеобезопасности дорожного движения. МВД и Минздрав корректируют о взеобезопасности дорожного движения. 14.40.20.2019 года РИА Новости, Наталья Сильверстова Предупреждение о соблюдении скоростного режима. РИА Новости, Наталья Сильверстова. Москва, 20.00 РИА Новости. МВД России и Министерство здравоохранения страны разработали поправки в Федеральный закон о безопасности дорожного движения, которые исключают возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями. Как сообщили РИА Новости в ГОЭП МВД России, вносимое изменение позволит оптимизировать межведомственное информационное и взаимодействие Минздрава и МВД и формировать заключение для водителя возможности управлять транспортным средством в виде электронного документа. Согласно законопроекту, бумажный аналог заключения может быть выдан владельцу по его желанию, однако при получении или замене водительского удостоверения необходимость предоставления медицинского документа в бумажном виде не потребуется. Всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования госавтоинспекция теперь сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия, пояснил начальник управления надзорной деятельности ГУАПТ МВД России полковник полиции Роман Мишуров. 11.25 хорошие новости. Электронные медсправки водителей, что готовят новый проект Минздрава и МВД. При выявлении у водителя заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, информация об этом будет поступать в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. В случае подтверждения наличия таких заболеваний либо неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, соответствующая информация будет предоставляться МВД России для последующего аннулирования водительского удостоверения. В настоящее время законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для оценки регулирующего воздействия.